Всем привет! Эта программа в курсе дела, все самое интересное и актуальное из мира охоты и рыбалки. Меня зовут Андрей Седоплатов и ближайшие 13 минут я проведу вместе с вами. Смотрите сегодня. Время первых. Кубок канала Охотник и Рыболов прошел в городе Кириллове в Вологодской области. За победу в соревнованиях боролись более 200 человек. Чем запомнилось одно из главных событий лета? Расскажем в специальном выпуске нашей программы прямо сейчас. Спортсмены вышли на берег знаменитого Сиверского озера, который славится налимом, щукой и лещом. Участники выбирали снасти под себя. Испытать удачу могли любители поплавков, донок и спиннингов. Переменчивая погода проверяла рыболовов весь день, но спортсмены боролись за победу до последнего. Ровно в 10 утра был дан старт соревнованиям по ловле поплавочной и донной удочками. Любители фидера собрались прямо у стен древнего монастыря. Уловы у спортсменов были небольшими, но от этого не менее ценными. Хоть маленькая, но клюет. А у соседей такого нету. Возможно, это будут решающие мои граммы при победе. Наталья Синицына, наоборот, начала соревнования сразу с крупной рыбы. Поговорка новичкам везет – это про нее, ведь девушка участвует в турнире первый раз. У начинающей спортсменки нет стратегии ловли, но она рассчитывает вернуться домой с трофеями. Близзы посмотрели, да, почитали. Решили, что устраивает даже новый термос. Может хоть наловится, я не знаю. А куней может наловить до уху, до вечера. Больше всего участников собрал турнир по спиннингу. Некоторых не останавливало даже отсутствие лодки. Владислав Бурмак рыбачил на надувном плоту. Чтобы было проще передвигаться, спортсмен даже сделал себе ласты. В отношении скорости, естественно, я проигрываю. Но, как говорится, когда рыбачишь на лодке с мотором, то рыбалка превращается в покатушки. А здесь как бы созерцаешь. Некоторые спортсмены из-за сильных тренировок выдохлись в самом начале соревнований. Так что даже держать удочку были не в состоянии. Другие, напротив, не складывались Насте ни на минуту. К примеру, на детском турнире спящих участников замечено не было. Павел Сазонов из своих 13 лет увлекается рыбалкой шесть, половину жизни. И не понимает своих сверстников, сидящих часами перед мониторами. А тут наслаждаешься, отдыхаешь. Глаза не болят от компьютеров. Для победителей детского турнира призы подготовила компания «Спрут». Она специализируется на товарах для рыбалки и экипировке для активного отдыха на природе. Юные спортсмены тут же отправились испытывать свои подарки в действии на Северское озеро. Бороться участникам состязаний было за что. Подарки на кубки, как всегда, серьезные. Лодки, современные эхолоты, сертификаты на покупку техники и многое другое. Призовых мест на этот раз было 9. Кто получил награду за самый большой улов, сейчас узнаете. 6,5 килограммов. Такие уловы редкость даже для кубка. Первое место в личном зачете по ловле поплавочной удочкой с берега взял Евгений Павлов. В качестве главного приза ему вручили сертификат на приобретение мотобуксировщика «Мужик». Эта машина обладает повышенной проходимостью по глубокому и рыхлому снегу. Способна преодолевать болото и наслуд, буксируя при этом за собой пассажиров и дополнительные грузы на санном ходу. Получить главный приз спортсмену помог не только большой опыт ловли, но и простая удача. Пять минут оставалось до финиша, и у меня плюнул лечь на 900 грамм. Еле достал, честно сказать. Каждому победителю вручили сертификат на покупку обуви «Спецеол». Компания более пяти лет изучает потребности рыбаков и охотников и производит комфортную обувь. Сапоги из материала «Эво» с различными температурными режимами используют как рыбаки-любители, так и спортсмены. В обуви «Спецеол» ногам легко и тепло. Первое место по ловле донной удочкой с берега занял Роман Староверов. Его результат – 3 килограмма 746 граммов. Спортсмену вручили сертификат на 150 тысяч рублей для покупки вездехода «Пелец». Эта плавающая амфибия – отличный помощник на охоте и рыбалке. Победитель турнира уже подумывает вернуться на Сиверское озеро за крупной рыбой, с которой сегодня не везло. Только теперь не пешком, а на вездеходе. Крупную рыбу я поймал, больше килограмма, но основной вес был сделан на средней рыбе и на мелкой рыбе. Всем призерам Кубка подарили брендированные ножи от кузницы Назаровых. Кузница специализируется на изготовлении изделий, конструктивно схожих с холодным оружием. Ножи в простом и авторском исполнении – складные ножи, клинки, кортики, мачете, тяпки, топоры. Также в семейной мастерской делают шкатулки, средства по уходу за ножами, амуницию для охотников и многое другое. Первое место по ловле спиннингом с берега заняла команда К2 в составе Игоря Рюмина и Александра Киселева. В награду они получили лодку компании «Альтаир». Более 10 лет эта компания изучает, разрабатывает и внедряет новые технологии на собственном производстве надувных лодок и пневматических конструкций из ПВХ. «Альтаир» давно завоевал сердца рыболовов своей надежностью и высочайшим качеством. В комплекте с лодкой спортсменам подарили лодочный мотор «Хайди» от самого крупного и современного завода «ПЛМ» в Китае. Компания представлена в России уже более 8 лет и предлагает лояльную гарантию и лучшую сервисную поддержку. С новой лодкой команда К2 собирается чаще выезжать на соревнования. Игорь и Александр впервые рыбачили вместе и остались довольны результатом. У нас с ним все ровно, 3-3. Все по-честному, все ровно. Всегда вручаем, помогаем. Все отлажено. Победителям в турнире по спиннингу также вручили лодки от Санкт-Петербургской компании «Менёв ИК», первого в стране производителя надувных лодок из ткани ПВХ. «Катфиш-290» и «Катфиш-310» — это легкие, компактные и вместительные модели по привлекательной цене. Они идеальны для рыбалки как на закрытых водоемах, так и в прибрежной зоне морей. Сборка таких лодок занимает 5-7 минут. Каждый из призеров получил подарки от компании «Мобильный век». Это эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ, уникальной товарной группы всемирно известных брендов водонепроницаемого снаряжения «Аквапак» и «Оверборд», а также портативных термоэлектрических генераторов «Пауэрспот». Это водонепроницаемый герметичный чехол. Вы в него можете положить ваш телефон, документы, ключи. Вы с ним можете погружаться под воду и также пользоваться телефоном под водой. Диплом за стремление к победе получили Николай и Анатолий Затонкины. Братьям вручили сертификат на 3000 рублей от российского производителя текстильной полимерной обуви «Эвашус». За 14 лет на рынке компания стала одним из лидеров производства обуви из материала «Эва» и завоевала сердца охотников и рыболовов в России и СНГ. Многие любители охоты и рыбалки выбирают их сапоги «Каблан». Отталкивающие манжеты, холодный воздух и вода не попадают внутрь. Сапоги защищают от холода даже при температуре минус 60 градусов. Отличительной особенностью модели сапог «Каблан ПУ» является подошва из полиуретана, благодаря которой они более надежны и могут использоваться в особо экстремальных условиях. Самую большую рыбу из озера достали Иван Ливин и Михаил Фокин. Им вручили эхолоты от компании «Гармин». Компания давно известна среди охотников и рыболовов, благодаря качественным GPS-навигаторам и эхолотам для рыбалки. Эхолоты «Гармин» показывают уловистые места и рисуют карту глубин, благодаря чему рыболовы по-новому смотрят даже на известные водоемы. Иван и Михаил собираются с помощью «Гармина» искать щуку. Сегодня им удалось победить только благодаря этой рыбе. «Это было очень интересно. Встаем мы на точку, ловим, ловим. Вдруг крик такой «Есть! Давай подсак!» «Поймали. Но подсак у нас не разбирался». «Решили не брать подсак, щуки надо дать шанс, поэтому брали так, руками». Каждому победителю кубка вручили термосы марки «Термос». Это мировой производитель инновационных изотермических товаров, не имеющих аналогов в мире. Именно компания «Термос» изобрела первый в мире термос. Этому бренду доверяют уже более 110 лет. С многочисленными подарками гости кубка отправились праздновать победу на многочисленных площадках фестиваля. Кубок — это не только рыбалка. Это еще и настоящий семейный фестиваль. Например, гости смогли попробовать свои силы в кулинарном искусстве. Прямо у озера организаторы устроили турнир по приготовлению ухи. Участникам нужно было сварить рыбацкий суп быстрее и вкуснее других. На какие хитрости шли повара, расскажет наш корреспондент. Мимо этой площадки гости кубка не проходили. 12 команд сразились в турнире по приготовлению ухи на открытом воздухе. Артем Шумилин из Вологодской области привез на конкурс всю семью. Ее члены по совместительству еще и его коллеги по работе. Это мой семейный бизнес. Вся семья у меня вовлечена в этот процесс. Посмотрите, мы все одинаково одеты. Это все мои родные, моя жена, мои дети, мои родители. Все вместе. И получается, как бы передача от моих родителей. Мне сначала была, а потом передаю я сыну свои умения. В том числе и готовить уху. Самую вкусную уху выбирали гости кубка. Именно они дегустировали рыбацкий суп и голосовали за понравившийся. Определиться было непросто. У каждой ухи свой секрет и свой вкус. Очень сложно отдать за каких-то претендентов свой голос. Но мы еще попробуем все-таки выбрать. То есть еще не определили? Нет, нам еще порекомендовали что-то со ситром попробовать. Вот, поэтому, да, вот с той стороны. Простите, пожалуйста. Это была реакция на четвертого участника, да. Лучшей была признана уха колхоза Нива из Шекснинского района Вологодской области. Победителям вручили ножи кузницы Назарова, а также корзину с годовым запасом продукции от мясокомбината «Велес». Этому конкурсу мы готовились за две недели. Очень сложная подготовка, очень сложное участие, потому что все работали на износ, можно сказать, как у станка. Но есть и те, кто предпочитает суп не из рыбы, а из мяса. Специально для них Ираида Кузенкова провела мастер-класс по приготовлению сборной солянки. Для повара важно не только правильно подобрать ингредиенты, но и использовать качественную кухонную утварь. Я обжарила кабани ребрышки, вытопила жир с них, и на этом жиру я потом протушила морковку и лук. Вот, сейчас мы это все закрываем, посолила. Сейчас туда буду добавлять капусту. Потом туда я еще добавлю картошку и соленые огурцы обязательно. И главный ингредиент – это копченые кабани ребрышки. Они добавляются в самом конце. Для болельщиков и гостей праздника организовали развлекательные площадки. Со сцены ведущий провел викторину с подарками от компании «Мобильный век». Это эксклюзивный дистрибьютор уникальных чехлов «Аквапак» и «Оверборд», а также инновационных портативных генераторов «Пауэрспот». Они могут помочь в сложной ситуации, когда рядом нет электричества и разрядился аккумулятор телефона. Уникальные чехлы «Аквапак» и «Оверборд», благодаря которым можно пользоваться телефоном даже в воде, также обрели новых сообразительных владельцев. Был вопрос, что такое «Аквапак». Я предположила, что это чехол для чего-то. Например, телефон положить, и он не будет промыкнут, но не будет моблый. Возможно, я буду снимать какие-то интересные видео, чтобы было красиво под водой. Гости не расходились даже после награждения. Фестиваль продолжался до позднего вечера. Его посетили 3000 человек. Он стал одним из самых массовых за всю историю проведения Кубка телеканала «Охотник и рыболов». Наш выпуск подошел к концу. Пишите на электронную почту в курсе собака1tvch.ru. Заходите на сайт охотник и рыболов.тв. С вами был Андрей Седоплатов. Увидимся ровно через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова